Иллюзии без какого-либо бафа. Да не только иллюзии, потому что у тебя уже есть фиксация в виде хроносферы и дезраптора. Ну, уже кор, которого можно ловить. Ну, а иллюзии надо как-то будет убить. Ну, типа, у них якобы у каждого героя что-то есть на убийстве. Иллюзии, там, ауешки, все дела, так что, на самом деле, можно и не париться на этот счет. Сунгейс угонил, по идее, даже можно. Да там все-все-все-всех убить можно сразу. Да там все герои есть, которые хоть чуть-чуть этим иллюзиям делают мерзкого. Некоторые герои делают так, чтобы иллюзии сами били героев Тин-Сим. Все, они снова пошли совещаться. Не важно, что забанят. И они такие, ну что, кого берем, чтобы не подслушали. В МИТу Тин-Си сейчас действительно довольно широкий спектр героев. Любого фармящего. А Ласпик, а, Ласпик у Ди-Си будет. Или все-таки... Или будет воровство Магнуса от Тин-Си, в принципе, под Вайдапр... Нет, Ласпик-то у этих, потому что у них второй был. Да-да-да, Ласпик у Тин-Си. У тебя сварка, потом будет герой. Если они банят, они берут. У Сан Кинга, я так понимаю, оффлейнер будет. Скорее всего. Или четвертая позиция. Ну, это Му. Ну, на Сан Кинге мы уже... Не хватает героя. Вообще, на самом деле, у них не хватает героя. Какое-то из героя. У них может быть Скорпион. Лиснейм, что он еще абортирует. То есть, у них Хилипатма Саппорт, тогда герои мид. И будет набор из пяти. О, какая дрянь. Так вот они придумали. Ну, так не выигрывается. Ну, это Darkseer Viverna Combination. Это мид вих... Подождите, нет. Это Мирана Мид, Сларт Кэри, Darkseer в сложность, Сларт Тик Суппорт. Я так думаю. Ну, это слишком магический маг. Рискованно. И против Дизраптора это вообще магический маг. А был бы не Дизраптор, а Оракл. Они вообще танцевали. Ну, что вот сейчас может Тинси... Тинси же любого могут... Брюл Мастер, давай. Да зачем им это надо? Им может прям корок убрать. Им что-то, чтобы в сферу было насувать дэмэдж. Насувать в сферу дэмэдж. Любой корок герой, который БКБ соберет. Мне нравится Зевс. На самом деле, как бы он ни странно не звучал, как бы его редко не брали. Он здесь просто сбивает блинки с Анд Кингом. Он очень хорошо стоит с Мираной. Он убивает Виверну, тех, кого сэйвит Виверна. Назови героя, который плохо стоит с Мираной. Таких в доте нет. Да много. Миньер. Куча героев. Ну, кто плохо стоит с Мираной в виде? Миньер. Кроме Миньера. И вот всем. Да в смысле? У Мирана урон 42. То есть есть герои, которые бьют слабее или милишники бьют слабее. Ну, не совсем слабее, но... Любой милишник с топором и счетом бомжа остается без регена и умирает на 4 уровне 1 старфолов. Я думаю, что будет что-то магическое. Сейчас будет какой-то Интовик, который будет раскал... Может быть, Квапа. Ну, а на нее уже есть все-таки Санктинга Виверна. Ну, все. Любой герой с БКБ. Абсолютно любой, который просто собирает БКБ. И это Алхимик. И это опять... У ТНС гораздо лучше пик. Мне очень нравится у ТНС драфт. У DC тут что-то волшебство-волшебство, но БКБшки собираются... Как DC зайдут на базу? У них нечем бить. И в здании даже нечем бить. То есть против Алхимика сложно будет. Я над ДНС. Ну, что же. Был бы Каньморф. Третья и самая главная карта возможная в карьере Digital Chaos и команды ТНС. ТНС, Digital Chaos. Третья карта. Комментируют Вилат и Гатхант. Спасибо еще раз огромное нашей студии аналитики. И мы продолжаем смотреть за матчем Digital Chaos против ТНС. Третья решающая игра за 900 тысяч долларов. И за выход в топ-6 за право сыграть сегодня вечером против E-Home. Это будет круто. Это будет круто, но изначально пик DC меня чем-то смущает. Вот, если честно... А меня смущает пик ТНС. Чем он тебя смущает? Слишком хорош? Ну, потому что Terrorblade и Alchemic в одном пике I don't like it. Ну, у них есть Faceless Void и Wingun на сейв, как и Disruptor. А тут отковать... Да, если Сларк ультра быстро добирается до своих артефактов... Ну, посмотрим. Давай представим команды. Виха сыграет нас на Миране. Му будет играть на Dark Series. Очень интересное решение. Это вот это. Вот это, собственно, Мизери, который будет играть на сцене. Кинге Сакса будет опять играть на очень интересном саппорте. На этот раз это Winterweaver. И Resolution будет играть на Сларкене. Гром, он отыграл миллиард матчей во время группового этапа. Да, ну и Ку-Ку, который будет играть на Alchemic. И Рейвен бежит на Terror Blade. Сварду решили Демон, который будет играть в этот раз на Vengeful Spirit. Ну и Yow, Disruptor. Сэмэш, который закрывает все это дело на Вайде. Видим, на этот раз Ку-Ку будет играть как бы... Команда Тин-Си постоянно играет с упором в Рейвена. На этот раз мы видим, что Ку-Ку будет играть нас на Alchemy. Рейвен это все-таки будет итакует план B. Учитывая план А в виде Alchemy. А вот план B. Посмотрим, смогут нет. Интересный такой смол. Может быть, Arrow будет какая-то. И на удивление под Рунку. Опять отжать ее Alchemy. Ну вот Alchemy. Тут же атака. По таймингу должна быть атака. Атака пришла на Alchemy. Alchemy успеет. Alchemy понимает. Трюк поймал. Поймал. И можно копать. Да, нужно убивать его без шанса. Да, конечно же, не отпустят здесь никуда Ку-Ку. Пошли у нас щиты. Но самое главное, ребята, это даже не Форсблак. Самое главное это то, что отжали Руну. Знает DC, как играть против Alchemy. И вот теперь стоит ожидать на минуте 55 секунде приблизительно такой же расклад. Приблизительно такой же момент, когда будет команда TNC пытаться для своего Alchemy оформить баунти Руну. А команда Digital House будет пытаться ему эту самую Руну не дать. Ну и вот у нас Дабл Мид. Снова охрана у Alchemy в лице Дезраптора. Так как Alchemy вкачал медальку. Асен Спрей нет. Ему трудновато сейчас стоять против Вихи. Виха сейчас будет бодаться тут даже с двумя героями. Ну и Мизери будет помогать. Виха тоже со стрелой на первом уровне. Поэтому особо наглеть ему не стоит. Мы помним Интернешнл и стрелы на первых уровнях. У великолепного игрока Александра Хвоста Дашкевича на первом Интернешнл и в сложной линии долго он не мог набрать второй левел после этого. Так что, ну, в миде, конечно, попроще сделать. Да, интересное решение с Sinking.com на четвертой позиции от Мизери. Я бы даже сказал, очень интересное. Посмотрим, чем это в итоге все закончится. Но пока мы видим, Сам Эш пытается здесь. Сэм Эш пытается. Сэм Эш. Эш. Директор пансионата не приехал. Привет, Эш, знаете, наш смотришь. Сам Эш пытается здесь развлекать Мизери. Ну, опять-таки, нелегко это сделать. Надо стилить где-то Экспу, где непонятно. И опять Эйю. Постакать где-то? Стакать здесь будет правильный вариант. Главное, лучше руку потом. Не знаю я пока, как это будет все развиваться. Виха Старшторман даже лип не берет. Гонит ку-ку, ку-ку. Как ему неприятно. И не знает, куда мансить. Уже третий уровень, второй Старшторм. Виха. Нет. Отпускает, отпускает. Я уже думал, что пойдет до конца его просто уничтожать. Я бы обратил внимание еще раз на Эйю, который занял свою стандартную позицию. И уже минуту он стоит здесь. Он хочет еще раз удивить Виху. Ну и посмотрим. Вот она, вот она, руна, баунти, ждет Самаш. Будет ждать своего Аллахимика, да. На этот раз ДС сюда не помежали. Мизери идет туда. А нет. Запутался. Не успеет в любом случае сюда ДС. И Мизери, да, и забирает Аллахимика. Но он опоздал немножко Мизери на буквально полторы секунды. Но нужно гнать ему ку-ку. Нужно гнать, не давать. Там ему спокойно жить. Там ботлу-то нет. Можно и подкопать. Мизери, кстати, копнул ку-ку. И, кстати, если стрела залетит какая-то рандомная от Вихи, то можно было бы ее убить. Даже не стал ее бросать. Странное решение. А ку-ку еле живой. Вот просто еле живой. Убить его просто... А он никуда не денется. Он никуда не денется. Мизери зашел слишком далеко. А почему Виха не поджимает? Лол. Ну, они могли его сейчас убить. Вот начинает сейчас сжать ку-ку. Мизери пытается опять-таки найти место, как обойти. Ну, лол. Это косяк Вихи. Да. Виха почему-то не пошел. Просто задавить, дать лип Старшторм. И это фраг. Просто давая стрелу, чтобы он прятался, чтобы он бежал в сторону Мизери. И ушел. И ушел. И бежит Курьер. Ах. Не дождался все-таки он его. Вторую игру подряд, если бы он вот так вот удивил Виху, это было бы, конечно, очень неприятно. Ну, ку-ку, по крайней мере, отзонили. Его отжали подальше. Отогнали, собственно, от крипов. И в этом, наверное, тоже заслуга огромной Мизери. Ну, он же вернулся. Он начинает фармить. Топорика, правда, нет. Не так просто ласт хитить под вышкой. Некоторые крипы ему не достаются. Отпивается флаской. А что там по Ботлу? Ботл у него уже есть? А Ботла как-то нет. Странно. Будет? Будет. А тут у него всего 9 крипов. Вот даже Патма обгоняет. Логично. Почему-то. Даже Патма. Патма вообще хороша. Патма. Видели мы вчера Патму от Сумаила. Несущая смерть на Кошаке. Вот это вот чуть-чуть. Так, Демон. Щиток его начинает колоть. Здесь же Дарксир. Надо Демона как-то подступить. Если ему его начнет колоть, тоже два щитка должны убивать Демона. Демон пытается прогрызть себе дырочку здесь и пробежать. Ну, ты знаешь, выживает он. Кларити висит, Кларити. Могли бы еще раз подкопать через пару секунд буквально, но не решились идти. Ах, не угадывает руна и Коку на этот раз. Забирает Инвизну и Вихе надо бежать забирать эту баунтируну. Прекрасно он все понимает. Не повезло опять-таки Алхимосу. Ну, на топе тоже нужно создавать экшен. Нужно там пытаться поддавливать линию с Террорблейдом и с Демоном. Я думаю, будет ее поддавливать однозначно команда Digital House. Вот сейчас там уже Мизери обосновался. Рейвену надо мешать. ТБ, который стоит на полном фрифарме, это плохо закончится, как правильно отметили наши аналитики. Чем убивать иллюзии на данный момент? Надеяться только на ультимейт Виверны, который будет хорошо поставленный. ТБ кого-то расстреляет. Это, конечно, хорошо, но это не всегда так работает. Не всегда, согласен. Нет никакого Леона. Опять-таки, Баррл Страйк, это, конечно, хорошо. Костик в финале. Костик в финале качаный в Мизери. Кстати, вот так, нашел в Мизери здесь Рейвен. Он говорит, что ты хочешь, братан? Ну, эту форму заюзал. Не знаю, зачем. Ну, а демон здесь, видим, делает уже трипл стаки кое-где. И делает их очень-очень уверенно. Я думаю, будет рад Ку-Ку, который Смиду придет и рано или поздно это все дело зафармит. Тоже надо DC отконтроливать этот момент. Да, в предыдущей карте как раз-таки за счет этого получилось очень сильно затормозить Алхимика. В этот раз, я думаю, он туда не с шестого уровня и не пойдет. Сейчас апно пока пятый, третий. Сид Спрей нужен ультимейт. С ультимейтом там намного безопаснее. Там Рейден только что бросили скан как раз-таки вот в то место, где делал стаки Джимми. Ну, и Джимми на этот момент там не было. Туда надо бы вард, конечно, тыкнуть. Ну, и вот он пошел Ку-Ку. И отлично, трипл стаки формятся вообще на ура. На этот раз его никто здесь не убивает. Ну, что с той стороны он здесь, по-моему, не апнет. Ну, следующая пачка апнет. Следующая пачка апнет. Все нормально. Резоль, 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 еще раз Резоль. За последние три месяца 12 игр на Сларке, в том числе 4 на квалификациях. И 2 группы просто 1,6. 11 побед, 92 почти процента винрейт с КДА 9,14. Ну, один раз проиграл только всего на этом герое у нас Роман. Ну, вот довольно успешный для него герой. Но мы помним, что в прошлой игре был для него не самый успешный герой, на котором он не играл очень давно. У него был луст-трик и никак это не повлияло на результат. Поэтому статистика, это, конечно, хорошо у Романа. Но вот исполнение немножечко поважнее, наверное, будет для него конкретно сейчас. Мизери, левел 4 уже где-то накалядовал Мизери, 4-й левел. Но можно ждать, пока закончится ул-химика ультимейт. Что делает Мизери? Подкопали у нас Ку-Ку. Это же Ку-Ку. А как вы собираетесь? Он под ультимейтом. Они его реально собираются вот так вот мистить. Да ладно, Ку-Ку. Но это бред. Если они его убьют сейчас под ультимейтом, это совсем бред будет для Ку-Ку. Но это как-то совсем глупо сейчас. А где была вся команда его? Я не знаю. Мизери вернули. Мизери умрет. Нет, засейвили его. Саксону надо один удар Мизери сделать. У него нет подкопа. Его выхиливает довольно неплохо. Сеграунда. Хватит ли Тандерстрайка? Должны добить. Ну, может быть и нет, ты знаешь. Может быть и нет, есть стики. Лол. Лол! Вот это вот просто лол полный. А в это время Му просто забирает его стаки в лесу. Ой-ой-ой, как неприятно. Ой, как больно. Ну и вот я не понимаю тоже, почему так поздно прилетела Винга. Почему так поздно прилетел Дизраптор. Алхимика в ультимейте. Мизить надо час. Он сейчас зайдет. И он будет очень-очень поражен, потому что здесь никого нет. Он такой опача. Да, это неприятное событие. Это был его армлет, а теперь армлета нет. Еще и убили. Да, ну вот Рэйвен. Рэйвен пока фармит. У Рэйвена пока проблем нет таких, как у Ку-Ку. Оно отстает он от Вихи по Нетворсу. И Резоль очень близок. У Вихи прям суперстар. Ну, Виха это непростой товарищ, как и Мизери. Напомним, чемпионы менеджера шанхайского. На секундочку. У Тин-Си даже близко нет вот таких реалий, чтобы похвастаться. Но это им не мешает обыграть действующих чемпионов мейджера двукратных 2-0. Так что титулы не воюют в доте. Воюют игроки. И не помогают никак себе победить. Демоны, кампания. Чувствуют себя великолепно сейчас на интернешнале. Да, конечно, в лузерах, но... Так, Виху начинает гнать. А Роу в Ку-Ку пошел Старшторм. Виху надо отсюда отпрыгивать. Вот он глимс. И вот теперь отпрыгивать. То есть все правильно делает Виха. Он не езает лип, пока его не глимсонута. И Ют тоже прекрасно понимает, что... Чтобы ты не сделал, надо ждать, пока у Патмы не будет липа. По-другому никак. Пытается принимать Рейвена. Рейвен пока не имеет вкачанного Сандра. Поэтому, если на него как-то и нападут под двумя щитами, они его могут убить Мизери. Мизери крип... Ай-яй-яй-яй, как неприятно. Но здесь уже и демон, это минус Мизери. Но за ошибки надо платить. А там еще шестой уровень у Айда был. Поэтому все правильно сделал Мунту, что ретировался оттуда. Можно было подставиться. Еще бы его убили. План был хороший. Опять-таки в два щитка. Если еще какой-то Курьер, то вообще будет великолепно все. Но там оказался во время Му. И не достал немножечко Барро Страйком Мизери. И за счет этого, собственно... А-роу! Залетает в ее. В ее погибает. Киллинг спри от Вики. Я начинаю переживать за этого кота. Мне кажется, что он может достать... Купол, купол, купол. На Виху надо ставить. Прячется он, выдвинется. Тут Вард стоит. Это его Вард, простите. Но вообще Купол видит из юнитов. Поэтому можно было и поставить. Ну, он думал, что не хватит дэмэджа. Могло и не хватить. Так, проблема у Рэйвена. А вот это уже минус. Вот это уже минус. Нет у него по-прежнему Сандра. Ну и просто в два щита его заколят здесь Мизери. 4-1. Му зарабатывает этот фраг. Вот эти два щита. Вот этот вот страх в глазах, который мы обычно видим у соперников MVP Phoenix. Которых обычно почему-то в два или даже в три щита убивают. Но это очень опасная штука. Против Террор Блейда, в первую очередь, на первых лвелах. Тяжело ему жить. Продолжается стаки. Боже, как же стакают ТНС. Демон, демон просто. Мне кажется, это одна из команд, которые всех больше вывозят из леса. Вот посмотреть статистику. Ой, Айю. Мизери копает. Мизери под Айншелом. Еще Айншел работает от крипа. Глимсанули Му. Есть тяжко, но это минус Айю. Не, не, не. Он очень круто сыграл через филд. Очень круто сыграл через филд. Заблочил проход вперед. Глимсонул одного, второго заблокировал. Заблокировал. Просто шикарно сыграл здесь. Да, действительно. Не дал возможности Му себя поколоть немножечко Айншелом. Вовремя климс и уходит. Хорош. Очень даже хорош. Ну, выгоняют слейны сейчас. Вот Сэн Кинг и Дарксир вдвоем не дают там никому стоять. Там постоял ТБ, решил уйти оттуда. Постоял сейчас Дизраптор. Тоже понял, что не особо получается. И приходится уходить. Ну, Рэйвен улетает в оффлейд. Резоль этим ремнем практически Shadow Blade готов. Осталось совсем чуть-чуть. По Нетворцу он, что интересно, никого не убиво обгоняет уже даже Виху, у которого Киллинг спирит на данный момент. Ну, и Рэйвен на нижней линии. Это значит, что топ-линия, в принципе, была отыграна командой DC весьма успешно и хорошо. Да, так и есть. Так и есть. Аквилка прилетает к ТБ. Пойдут ли фармить Теншентов? Сейчас мы видим здесь Ку-Ку. Здесь есть В.О. в Террор первого уровня. Можно попробовать. Ультимейт нужен. А, тут решили даже так. Ну, вот в три героя пофармить, даже в четыре. А что за Иссит Спрей? Не знаю, ну просто... А, вот там он наверху еще фармит. Ну, вот, вот, Тен Сип понимает, что им надо выносить откуда-то деньги, выносит их из лесу. Отдавая абсолютно полностью все три лайна команде Digital House. И у DC сейчас может начаться истерика, потому что они не понимают, где враг. Они не могут даже... Не, 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 не знаю. Они сейчас АРОУ запустили на Эншентов. А, тут уже видят. Стрела попала, и они прекрасно все знают. Ну что, Буха? Эй, Йоу, начинают гнать. Вот он Филдлип отсюда сделать не получится. Будет подсейв, будет подсейв от Саксы. А почему Саксон... Никакого подсейва не будет. А почему Саксон не бросил? Булден Брейс в КД. Только-только откатился сейчас. Бывает. И такое. Ну, поймали Виху, убили. Сбили Келлинг Сприз, заработал денег Алхимику. Алхимика уже на 600 голды больше, чем у Сларка. Ну и вот начинается вот тот самый момент, когда мы отрываемся. А Вихе, кстати, сбили его вот этот вот ритм. Виха был уже близок к... Или... Нет, Демон забрал фраг, простите. Да, Виха... Сбили ему вот этот его порыв, количество фрагов, стрик. И не дали быстро нафармить Агоним. Придется немножко подождать Вихе. Мизеринатофик готов, готов уже врываться. Но надо теперь иметь в виду, что есть Сандер у Террблейда. И если врываешься на Террблейда, будет опасно. На Войда ворваться тоже сложно. Нужны Сайленсы, им нужен стан затаймлинговый, затаймлинг со стрелой. Ну, мы посмотрим, зачем нет ли сейчас стана, ребята, из DC. Атака на Войда, но Войд чувствует опасность. Тут пошел крипскип от Мизери. Мы прощение дал купол еще не видели, если что, за 13 минут. А не спеши, не спеши пока у нас Сэмаш. Мизери... Ой, Виха пошел искать Сэмаша. Мизери тоже побежал его искать. Пошли маяки, пошли маяки. И здесь от самого Мизери. И улетает отсюда Войд. Все правильно сделал. Да, 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 все абсолютно верно. Забрали бы его, скорее всего, хватило бы станов контроля. Но Мизери, Мирана, тем временем, забрала Тавер. И, я так понимаю, там у Мираны у нас уже должны быть деньги на Огонит. Нет, еще 200 надо. Подожди. 100 голды, куда? А, да, да, извините, простите. Я подумал, что у него уже два, две запчасти в кармане. А у него одна всего. Пошел Смоук. Смоук от Тинь-Ти. Идут на поиски. Можно Рошана под формой формануть. Есть Вейлф Террор. Подходит. Тут же Баш, тут Рошан замахнулся, клапнуть ему сразу по лицу прописали. Танкует Сэм. Есть Морбид Маск. Рошанчик падает. Пол-кп уже нет. Никто, по-моему, сюда не собирается даже идти. Единственное, что вот Дарк Сир со вторым вакуумом на его спалили. И можно Глимсомнуть просто. А можно уйти пешком. Мизери по читком. Можно пытаться подкопать. Заходит сюда Мизери. Получает Санни, уж не успеют запокусить. Покопал двоих. Надо бежать. Эпицентр. Не получилось вставать. Представится Статик Шторм. Хорошая стеночка. Будет выпрыгивать. Будет ли Купол? Ну, пока погиб только Демон. Его иллюзия Террор Блейда там убила. Резолюшн пока никуда не уходит из Рошпита. Здесь есть Вижна от Демона. Есть и Резолюшн. Нас заметят. Его видят. Нет, его не видят. Его поконит Купол на него. Теперь его видно. Надо сейвить. Пошла отличная ультимейт сейчас от Виверны. Быстренько убили еще одного героя. Надо гнаться за Рейвеном, либо за Куку. Резоль ворвался в Рейвена. У Рейвена нету Манер. Рейвена надо развалить. Рейвена развалили. Куку. Куку пытается сделать ТП-аут. Успеет ли? Нет, не успевает. Минус 4 в исполнении НДС. Даблкилл Резолюшн. Очень хорошая драка. Если бы Мизери еще копнул, но он боялся копать в тень. Если бы Мизери там копнул еще, то было бы еще лучше. Но в итоге НДС подрались шикарно. И как же заводит Мама на Му сектор? Дема. Так. Это что это было? Он пытался своровать Аегис с помощью свапа, но у него не получилось. Не знаю. Наверное, хотел не дать Сларку возможности два раза поучаствовать в следующем файде. Блин, ну Джимми. Вот это вот не надо было делать. Вот эта стенка просто божественная. Она не давала зайти в Росшпит, не создав своих иллюзий. А там просто стоял Резолюшн и ждал. Зашел Террор Дейт, он создал иллюзию, которая тут же просто развалила лицо Вайтера. Да. Неплохо. Ну что, и DC зарабатывает сейчас очень много денег. И надо им, в принципе, продолжать давление по линиям. А есть уже Аганим у Мираны, да? Нет, опять-таки Тавр сейчас упадет. Будет Аганим? Сейчас будет Аганим. Сейчас будет. Это количество магического дэмэджа увеличится сразу. И Блинк Даггер у Мизери. 15-ая минута, 4-й позиции. И у нас Сент Кинг. Ну, Король Песчаный неплох. И у Резоля 7800 нетворца на 500 больше, чем у Алхимика. На Резолюшн подходят. Дед Крэйвен, он начинает его крыть. Да ладно, тут Мизери ворвался. Виха пытается уйти. Виха, но умрет. Тут Виха, Резоль там доминейте тем временем сделал. Убив Террор Блейда. А вот это, кстати, тоже очень важно. Потому что Резоль в соло приговорил Террор Блейда. Не в соло, они там были втроем. Они вышли на него под двумя щитками. Он сделать ничего не смог. Отличная игра от Резолюшн. Но можно считать равноценным размином как бы Вихи на Террор Блейда. Сабля у Резоля. 16-ая минута. Сабля, ПТ, Аегис, Аквила. И Шадоу Блейд. Да. Это очень хорошо. Это слишком много. Сейчас чувачья очередной выход. Демона хотят убить. Демона уже убить. Демона можно копать. Да, его нельзя тут отпускать. Резолю надо отдавать фраг. Вот так вот Резоль. Нет, демон, не успеешь. Ты уйти, к сожалению. Мега килл у Резоля. Роман, тащи мое фэнтези просто. Вот такой ты, да? Вот такой. Я все только за фэнтези переживаю. Только о нем и думаю, бедно. Надо быть как Ноксвилль, который тоже находится в топ-10 сейчас мирового. Он просто взял трех игроков из DC, двух из TNC. Либо те, либо те две карты сегодня будут играть. Ну, две серии. И очей точно навезут. Ну, и Готтс, который очень сильно рискнул. Мы уже говорили про Готтса, про Иллюминати. Он идет сейчас на седьмом месте в мире. И он сегодня очень сильно рискнул. Он поставил полный состав TNC Gaming. С расчетом, что они выиграют эту серию и сыграет еще с Яхом. Но DC против. DC против. DC очень хотят выйти в топ-6. Для многих из них это будет первое попадание в топ-6. Ну, для Мизери это не первое будет попадание в топ-6. Но для многих это действительно новое. Резоль бывал на Интернешнлле ни один раз. Но никогда не добирался так далеко. Мизери. Мизери. Мизери на Куку. Атака пошел. Утимейт копнули на Куку. Моментально его надо убить. Да-то Старпол. Тот же стяжка. Демон. Проблемы у него. Пытается Ю как-то выжить. Мизери здесь же. Оборвался Сомаш. Будет купол. Купол. Будет купол. Вообще хоть раз в этой игре. Будет там темнее не Муи Ю. Проблемы. Его Резоль разваливает. Ю кстати умрет. Мизери. Мизери копнул. Демона. Мизери двоих копнул. Вот он купол на Мизери. Но не хватит же демажа. Тут же у нас есть курсат. Отсюда забрали одного. Что творит Рома. Это просто жесть какая-то. 15-5 счет. 19-ая минута. DC очень сильно давят. По графикам просто ужасная ситуация для филипинцев. Более 8 тысяч голды. И скоро будет 10. Как же хороший Digital House. И как же хороший Резоль. Резоль борется за MVP этого турнира я думаю. Резоль действительно крут. Ну очень хочет он сразиться с E-Home. И еще раз. Играли они с E-Home в группе. Проиграли они в решающей карте за первое место в группе. Первое они выиграли. Но в решающей не проиграли. Ну взяли они Miparata. Виха играл на Miparata. Эту игру они проиграли. Из-за этого заняли второе место в группе. Так что с E-Home в принципе у них уже есть опыт встреч. И очень хотят они туда добраться. Чтобы сегодня вечером побороться за просто невероятный результат. За выход в топ-4. И вернуть. Как говорил Lost. СНГ играет. Там летит только-только-только-только. Это очень поздний Резоль. Это очень поздний Резоль. Там БКБ уже у Ромы и у Тарксира там все очень круто. И Мизери неплохо себя чувствует. Под масса гонимом напомним и 7000 всего Нетворца у Рэйвена. Это даже более важно, чем очень поздний Рэдианс у КК, говорю. Блин, у КК, конечно же. КК уже не в турнире. Пушит Т2. С дабл дэмэджем на Вихе вышка падает очень быстро. Вертификейшн даже не жалит Тинниси. Не собирали Тинниси не дефать, выигрывает время. И при этом у них есть опаска то, что DC пойдут на хайграунд. Еще одну драку, если DC выиграет в таком же стиле, как выиграли прошлые. Скорее всего, они смогут закончить игру после этого. Да, варил Вова и варили ребята в вашем аналитике, что будут проблемы с заходом на хайграунд. Но когда такое преимущество, проблем быть не должно. Там летит Блинк, там летит еще много чего очень полезного. Сейчас в команде Digital House улетает все от Резоля. Страшно, страшно. Ужасный Сларк этот, который, конечно, будет испепелять любого, к кому бы он не прицепился. Пока пытаются просто отгонять лейны. Отгоняют лейны DC. Кримзон Гвард у ДСа. Там еще остается грифсы добрать. Кримзон Гвард у ДСа это очень хорошее решение, опять-таки. Ну, против ТБ. Любое количество заблокированного дэмэджа, это очень круто. У него всего там 140 дэмэджа сейчас. Это не очень много. Мы сами прекрасно понимаем, 60% они бьют. То есть... То есть практически бьют они по 80, а из которых 55 будет блокироваться. Это... Это мастхев артефакт. Ну, там еще мейки всякие заходят. Да, минус мейки, минус простые резисты. Он вообще почти не будет бить. Что Мизери. Две 100 на руках. Что будет собирать Мизери? Травела появляются у Алхимика. Понятное дело, что будет разгоняться с появлением Рейдинса. ТПА вот отсюда все кастуют. Все боятся здесь либо Вихи, либо Резолюшны. И тот и тот очень сильны. Сейчас Резуаль веет ку-ку, но врываться в него не хочет. Опасно. Просто выфармливает чужой лес. А Виха в это время подпушивает топ. Ну что, продолжаем смотреть за этой игрой. И мне очень интересно, все-таки смогут ли здесь как-то ТНС отыграться. Или все-таки Digital House, за который давайте не будем кривить душой. Действительно болеет на нашем стриме, по крайней мере, ну я думаю, процентов 90 так точно. Все-таки пройдут и будут еще играть сегодня и на этом турнире. И вообще команда многострадальная. Команда, которую, когда хотят, грубо говоря, разрывают. Гранды, скажем так, да? Типа там EG, Secret, которые забирают игроков, когда хотят. И команда, которая вот так. Резуаль. Резуаль. Демон умер. Демон умер. Моментальная смерть, байбека нет. Крипы по тауэрам. Можно зайти на хайграунд. СМАш далеко отсюда. Он сделает ТП, конечно, тут можно не переживать. Но он будет крипскипить. И на хайграунд по этой линии не зайти. По мидлу. По мидлу там есть крипчики. 23-я минута игры. Давление от DC феноменальное. Ну, как только любой герой выходит с базы, и он чуть-чуть вот оторвался от своих ребят, он тут же погибает. Тут же погибает. Неважно, там, Resolution, будь это Виха. Они ломают его сразу же. Там либо два Старшторма, либо Паунс Дарк Пакт. И начинает собирать Сларк Башера, так я понимаю. Ну, это хороший выбор. Хороший выбор. Что там, Дезераптора есть? Мне просто интересно. А у него ничего нет. У него Трантвилла, Винлейс. Игрышные стики. Ну, а что у него тут может быть? В принципе, ничего. Опять-таки, да, вот удивились Вова по ГГС. Я сказал, блин, я не понимаю, зачем этот герой был взят. Вот, типа, вот зачем? Вот что он должен делать? Нет, Статик Шторм это хороший контроль. Глинтс это хорошая борьба с Паунс. Сларка тоже неплохо. Но вот опять-таки, Сларк сейчас в БКБ. Что дальше? Когда Сларк в БКБ ничего не делаешь. Вообще ничего. Просто убегаешь. Ты это то же самое, как Лайфстиллер, который залез в Эншента и бежит за тобой. Горит у тебя радианс. Ну, у него хотя бы 2000... А, ты имеешь в виду, что с ним сделать? Ничего. Если ты не Урс, ничего. Если ты Дезераптор, ты просто умер. Ой-ой-ой-ой, Глиммер появился тем временем. Там 15 тысяч уже Нетворса преимущества. На базе закрытый ТНС Гейминг. Не торопятся DC, и это легко объяснить. Сейчас ошибаться вообще не хочется. Не аккуратный заход. Это, конечно, с жесткой, с жесткой Рубиловой. Это будет очень-очень интересно. Так, тут вот такие интересные вещи происходят. Подошел вице-президент компании Valve, Эрик Джонсон, к маме Mu. Прям возле нас они о чем-то общаются. Он говорит, наверное, еще что-то интересное они постараются сделать. Ну, мы не будем спойлить вам. Они могут сделать, знаешь, как это происходит иногда в американском спорте, когда люди выигрывают, они подбегают там к трибунам, не только в американском спорте, там, Даксу, и родителям, к Джонам начинают обниматься, как в теннисе. Это было бы прикольно, если бы после победы. Ну, ему на сцене скажут, что ты можешь подойти, да? То есть, я думаю, Mu был бы не против, и команда подойти своим вот... Там смоу, там смоу от Нинси. Ну, это очень важно. Там стоит, там стоит, там стоит Мизери. Мизери не спалит, нет, они обходят по-дальнему вот так вот хорошо. А, все поздно, поздно. Рошен уже убит, Аегис в кармане. Запрыгивает, пошел под коп, ку-ку. Боже, что творит Мизери, сбили ему, сбили, сбили, и Мизери, огромные проблемы. Ну, что ж ты сделал, Мизери? Живет, живет, мунлайн, еще мега, и Кримсенквартов выживет здесь еще. Не-не-не, его забилить ку-ку, его должен забилить ку-ку. Мизери бежать, Мизери уходит отсюда, боже, как! Он съел огромное количество стулов. И сейчас будет на развороте, сейчас будет на развороте демона копать. Он заманивает на себя, демон, он просто продолжает жить. Он демона на себя заагрит. Миша тем временем убирает, что делает DC? Что делает DC? Это ужасная драка от DC. Они вообще просто рандомно дерутся в разных точках карты. Но вот она стяжка, у ее проблемы, Резоль должен его зарезать, зарезал. Его, Райвен отсюда отбегает, разумеет пока один в один, но очень важный фраг был сделан. Можно добивать демона, можно добивать демона. Иллюзия ТБ его просто разматывает. А ку-ку, Мизери не отпускает, Мизери не отпускает, это минус 3. Но это плохая драка от команды Digital House. Почему? Отдали одного, а Егис не дропнули. По-моему, идеально подрались. Так куда? Куда? Они дрались в разных частях карты. Купол был не очень. А Мизери вообще Йоло побежал, его там сейвили всей деревней. Как бы нельзя так играть. Сколько спилов на себя вытащил? Ну, окей, хорошо, в мид. Поехали без вихи. Никого не боимся, иллюзия Трэрблейда помогает немножечко. Все, окей, Резоль, пили Тавр. Пока нету алхимика без Эстит Спрея, довольно удобно здесь стоять. Сэма лучше не трогать, пошла Мека. Все пуловые, точнее Грифсы, простите. Как же тяжело ловаются Тавра. БКБ, 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 БКБ появилась, появилась БКБ. Да с Таврами проблемой, это говорили наши аналитики. Боже, там летит Башер Резолю, Блинк еще кому-то. Дарк Сиру, Дарк Сиру прилетел Блинк. Есть Глим, Смизери, подкопался назад, забил Сэм, и не ушли его за фокусом Сэм. Погибает через вакуум. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот сейчас плохая смерть. Прыгает Сакса, Сакса. Есть на Демона ультимейт, но в БКБ у нас Террэрблейд, поэтому не бьет на Демона. Можно допрыгивать Резоль минус Демон. Резолюшн Гатлайк, Резолюшн Гатлайк. Ой, Ку-ку, Ку-ка! Куда, куда, братан, что ты делаешь? Сейчас будет проблема огромная у Бараков. Бараки начинает бить. Нечем дефить Са. Нечем дефить Са, БКБ прожал Рэйвен, у него огромный кулдаун. Он не может перейти и войти в драку А5. Тавров нету сверху, товаров нету снизу. Они могут ломать другие стороны. Да, мало Небеджа по Баракову, но его хватает, если никто их не дефит. Его хватает. Как же агрессивно они играют. Формы нету ТБ, они не смогут сейчас ничего поделать. Еще 30 секунд, надо ждать. Есть байбека Талстимика, он понимает, что надо дефить эту сторону. Резоль на Ку-ку или на Рэйвена? На Ку-ку или на Рэйвена? Нет, решать не на Ку-ку. На Ку-ку все-таки прыгает Резоль. От всех вы поманиваете себя. Резоль, Резоль, Резоль за БКБ. Да, ты какой, байбек у него не будет. Есть грифсы. Резоль практически фуловый, залезает еще и ел. Боже, Резолюшн. Успокойте его кто-то, пожалуйста. Успокойте этого товарища. Это бут гейм. Резолюшн. Резолюшн просто-напросто испепеляет. 11.07. Му. 10.0.12. Му. Смотрите вечерний валет. Мы вчера вечером сказали, берите Му в свою команду. Этот чувак будет приносить много очков вам фэнтези своим болельщикам, своей организацией, всем. Му невероятен. И мы смотрим тут на его семью, которая, конечно же, со счастливыми лицами заводит сектор для того, чтобы он поддерживал Digital House. И действительно, сектор поддерживает Digital House. Американская организация с межнациональными, с очень крутым составом игроков, которых мало кто верил. Выходит в топ-6. Браво! Абсолютно заслуженно. Вот она, вот она семья Му. Му, making mama proud. Действительно, заслуженно. И Му, конечно, будет весь attention собирать здесь. Но мы, во-первых, хотим спасибо сказать вот этому парню. Вот он, лучший игрок в СНГ. Лучший игрок в Украине. Лучший игрок в мире на данный момент. Уж простите меня все остальные. Роман Резолюшн Фоминок. И его команда выходит в топ-6 Интернешнла. Браво, Рома, браво. Мы гордимся тобой. И будем болеть, конечно, за него дальше. Ну, TNC Gaming молодцы. На самом деле, TNC, да, я думаю, для них это очень хороший результат. То, что это великолепный результат для DC, тоже глупо скрывать. Они заслуживают.